Сейчас я нажал кнопку live, он соединяется. И там буквально через пару секунд я тебе скажу. Давай. У меня нот зашипел. Все, мы в лайфе. Так, ребята, всем привет. Мы вроде вживую. Меня пригласил Николай, но я буду хостом сегодня. Ждем пару минут и начинаем. Так, вроде все работает. Я на странице проверил. Там задержка секунд 20-30. Я тебе передаю слово. Да, давайте, друзья, напишите, пожалуйста, в чат, слышно ли нас, видно ли нас. Я открываю чат у себя тоже, чтобы смотреть ваши вопросики. Начнем мы сегодня с моих вопросов Федору, каких-нибудь общих. Вы тогда слушайте, и дальше я буду читать уже ваши вопросы из чата. Я думаю, можно поехать. Представлюсь я, я Николай Шапкин, я администратор группы Project Amazon. И сегодня у нас Федор из Англии. Федор занимается онлайн-обитражом и холлсейлом, это оптовая торговля. И давайте, наверное, расспросим Федора вообще, кто он, что он, сколько он работает на Амазоне. Просто представься, наверное, так вкратце. Да, привет всем, с кем не знакомы. Пару слов о себе. Я начну с более свежей деятельности. Вот сзади меня я повесил свой баннер нашего преп-центра. Вот, то есть на данный момент у меня два основных бизнеса. Это продажа на Амазон и преп-центр под брендом ESL. Это мы в партнерстве с Колей Кораллой открыли этот преп-центр. Вот, ему буквально полгода растем. Конечно, не с такой скоростью, как хотелось бы и планировали. Рынок европейский, он не такой большой, не такой быстро растущий для наших русскоязычных продавцов, как американский. Но многие уже смотрят в эту сторону. Постепенно он прогревается. Судя по лайфам нашим в EuroProject группе, вы видите, что есть уже услуги там и регистрации, и все сопутствующие. То есть есть возможность выхода на этот рынок. И поэтому мы ждем новых продавцов. Вот, а второй основной бизнес и более, так сказать, возрастной, ему уже, сколько, 2016 года я занимаюсь продажей на Амазон, но, в принципе, усердно, так сказать, и результативно где-то последний год. То есть до этого это было такое 50 на 50, то есть я работал постоянно, у меня двое детей, если кто понимает, сейчас многие начинают понимать, когда сидят на карантине, что такое двое детей дома. Вот, и параллельно я работал на Амазон. В принципе, я начал продавать с eBay с самого начала, понимая, что eBay такая более простая и легкая площадка для старта, чем Амазон. Вот я как бы намеренно это сделал. Буквально там до года я поработал на eBay, и потом основное направление это стал все-таки Амазон. За счет того, что есть FBA, и можно это все масштабировать и автоматизировать, если не нужно ручной работы. Вот как-то так. А почему выбрал именно онлайн арбитраж и холлсейл? Почему не идешь в приват-лейбл? Или это следующий шаг? Наверное, следующий шаг, ну, как и все, ну, не как и все, а большинство русскоязычных продавцов, они, ну, я, например, узнал об Амазоне от Кустова, да, спасибо ему за это, и по модели Private Label. И, в принципе, когда я об этом узнал, то я там сделал плюс-минус расчет свой, и там у меня выходило плюс-минус там 10 тысяч долларов, вот. И рисковать такой суммой, ну, начиная с нуля, без опыта, я как бы не решился, на самом деле, вот. И поэтому я начал с низов, так сказать, вот, я буквально там, не знаю, около полугода-года обучался и работал по дропшиппингу, ну, даже, наверное, не работал полгода, обучался, то есть где-то полгода обучения и там период какой-то работы по дропу, я, ну, этого было мне достаточно понять, что это не мое, вот, потом, как бы, следующий этап я перешел на онлайн-арбитраж, и, ну, то есть, почему wholesale и онлайн-арбитраж, это, так сказать, исторически так сложилось, такой прогресс произошел, вот, эволюция, вот, ну, те модели, которые, там, мне устраивали по, ну, по лично, чтобы, ну, то есть по тем параметрам работы этой модели, они меня устраивают, это я, как бы, к ним пришел, эволюционировая, там, с дропшиппинга, а private label, в принципе, я же говорю, там, большие риски и большой порог входа, меня эти параметры не устроили на данный момент. А вот все говорят, что в опт, вроде, тоже должен быть большой порог входа, кто-то говорит, там, и 30-40 тысяч долларов должно быть, это так или нет? Ну, это, на этот вопрос нет однозначного ответа, вопрос, здесь, чтобы ответить на него, надо спросить, какая цель, да, то есть, просто войти, поиграться, можно и, не знаю, там, 500 тысяч, то есть, ну, минимальный, минимальный заказ, там, в большинстве оптовиков, там, ну, я просто иногда буду путать, там, доллары, фунты, как бы, там, разница небольшая, вот, ну, там, 250, 500 фунтов, это, там, минимальный, минимальный заказ, у которых можно сделать у оптовиков, но здесь еще прибавляется, если мы говорим про Европу, да, мы про Европу говорим, то здесь еще прибавляется открытие и содержание компании и всех, там, сопутствующих расходов, да, то есть, это где-то, ну, полторы-две тысячи фунтов со старта просто инвестиция, вот, и потом уже в закупку товара, да, там, можно начинать с 250, там, 500 фунтов, но вопрос тогда, что делать с этими, там, 250, 500 фунтов, какой, какая цель, да, войти можно, но заработать и, там, жить на эти деньги, то, однозначно нельзя, вот, вот так. А какая в среднем, вообще, маржинальность, там, ROI в опте, именно в UK? Ну, тоже вопрос такой, как бы, смотри, я вот перед вебинаром думал, какую вот, ну, вот, зачем это все людям смотреть, какая, какую я могу принести пользу для людей, и я подумал, что, вот, мой опыт личный, да, там, он, в принципе, как бы никому не полезен, никакой пользы он не принесет, вот, и принесет пользы те подходы, те методологии, которые пользуюсь я, они могут их применить к себе, вот. Ну, а вот, отвечая на твой вопрос, какая средняя там маржинальность, я не знаю, то есть, ну, там, разные люди говорят, ну, там, чисто теоретически, там, люди работают от 20, то, что я слышу от коллег, у меня, в принципе, абсолютно другая маржинальность, ну, и вообще, как бы, слово маржинальность я не использую, я использую термин ROI, да, ROI, то есть, это Return on Investment, то есть, я не считаю комиссии Amazon, я считаю те деньги, которые я инвестировал в этот бизнес, и те деньги, которые я получаю обратно, поэтому я, как бы, буду пользоваться термином ROI, да, ROI, вот, у меня изначально, как бы, ну, для старта сравнительно немного денег было, потому что я, там, приехал в эту страну, и у меня, там, буквально, там, за полгода, там, мои карманные, там, 30 тысяч долларов просто растворились, и я их даже не заметил, куда они делись, вот, ну, а оптом я начал заниматься где-то, вот, буквально через полгода после приезда, то есть, я здесь уже год, ну, считай, полгода, то есть, я год здесь в Англию как переехал, и полгода как занимаюсь оптом, то есть, я приехал и начал заниматься сначала ритейл-арбитражом, потом онлайн-арбитражом, и потом я вырос, ну, не вырос, а дорос, дошел к опту, вот, к чему я это веду, что моя маржинальность, она обусловлена была тем, что у меня было небольшое количество ресурсов, и мне просто надо было большая маржинальность, потому что я так бы рос очень и очень долго с, там, со стандартной, ой, маржинальностью, ROI, да, с ROI, вот, и, ну, исходя из того, что я все сказал, ну, предыдущие, то у меня была, у меня была такая стратегия, у меня было небольшое количество денег, и у меня, мне надо было их умножать, вот, поэтому я нашел для себя такой выход, я, так сказать, не сшивался, и я работал в большую часть, вот, со старта большая часть моих товаров, это было small and light товары, вот, и там была большая маржинальность, но фишка была в том, что я это сам обрабатывал, да, и это товары, и, условно, если бы это было, если это был бы преп-центр, то, в принципе, я бы такой маржинальности не имел, вот, ну, у меня там маржинальность, там, порядка 60% была, но это, как бы, не та маржинальность, на которую стоит ориентироваться, так сказать, вот, то есть, если это маржинальность, скажем, что такое small and light товары? Я опять говорю маржинальность, подцепляет на твое слово, но имею в виду, что это ROI. Да, я понял, а давай объясним нашим зрителям, потому что не все знают, что такое small and light, я же правильно понимаю, что эта фишка только в Европе доступна, да, или вообще только в Англии? Нет, 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 это small and light, это программа маленькая и легкие айтемы, которая работает в США, прежде всего, и здесь, в Европе, то есть, у нас на странице на ESL есть развернутый пост про это, если кому интересно, почитайте там ссылками, вот, если в двух словах, то это должны быть небольшие маленькие товары с размером 15 на 35 сантиметров и высота 2,5 сантиметра и не больше 9 фунтов, насколько я помню. И фишка в том, что этот товар можно вкладывать в почтовое отверстие, которое здесь в дверях во всех, они стандартные, да, и это, как правило, Amazon передает эти small and light айтемы Royal Mail, да, то есть, это национальная почта, вот, и на этих, на этой программе small and light очень маленькая FBA-фи, да, то есть, если со стандарт-сайз начинается там здесь 2,5 фунта или 2, 2,5 фунта, то там 80 пи, small and light, вот, и за счет того, что это маленькие товары, недорогие, то, как бы, они очень много их покупаются, если у тебя там в инвентаре у меня там было порядка там, я уже не помню, сейчас их нам намного меньше, я уже сейчас, как бы, на более высокий чек перешел, но у меня было, по-моему, около 25 скул со small and light, да, которые очень много продавались, ну, с небольшим чеком, но с другой стороны, с большим ROI, да, вот, то есть, это мне позволило, в принципе, так разогреть хорошо аккаунт, получить там достаточно большое количество фидбэков за небольшой период времени, вот, и, соответственно, увеличить мой рабочий капитал, то есть, я там, эти, там, первое время я вообще не утягивал деньги из Амазона, вот, то есть, моя стратегия была, это большое количество скул, small and light и большое ROI, то есть, мне надо было нарастить рабочий капитал, вот, но, в принципе, как бы, это было, с другой стороны, это было затратно по времени, да, то есть, я там ночью и днем паковал эти, как правило, у меня еще это были сеты, да, там, ну, к примеру, это там у меня было, там, зубные щетки, да, то есть, они приходят, мне надо запаковать их по четыре штуки, вот это у меня было, там, условно, это у меня был item, ну, товар, да, вот. А я правильно понимаю, что, как бы, вот такая стратегия, она подходит только людям, которые живут за рубежом, получается, и в Америке, которые, то есть, у тебя дома могут. Ну, нет, смотри, у нас, например, в преп-центре, я специально, как бы, ну, на самом деле, немногие знают о таком, то есть, проблема, прежде всего, не проблема, а трудность для людей, для продавцов других, то, что они не знают, прежде всего, об этом, и поэтому, там, и появилась, там, эта статья, например, у нас на странице, то есть, первая, первая, первая трудность, то, что многие не знают об этой программе, вот, второе, да, как правило, преп-центры, у них нету отдельной тарифной сетки на такой товар, у нас же есть она, то есть, у нас, она в два раза меньше от стандартных тарифов, да, то есть, на товар small and light, она в два раза меньше. Почему мы это делаем? Тоже, как бы, многие продавцы и многие преп-центры не знают этой фишки. Small and light айтемы, их не обязательно, можно, а можно не лейблить, то есть, на каждый айтем FNSQ не обязательно клеить, их можно балком, да, то есть, или коробкой, или пакетом отправлять на FBA склад, и FNSQ label клеится только на коробку. Ну, условно, коробка, там, 100 айтемов, мне не надо лейблить каждый айтем, я лейблю только коробку FNSQ, кроме того, что там есть shipping label, есть FBA label, и там появляется третья label на коробке, FNSQ label, которая, ну, отвечает за эту функцию, да, айтема, и когда FBA fulfillment center принимает эту коробку, то они, как бы, я не знаю, как это у них там настроено, но они берут эти все 100 единиц без FNSQ баркода и присваивают им этот баркод, который там у нас один на коробке. Вот так это работает, и многие, в принципе, и преп-центры, и продавцы об этом не знают, и поэтому, как бы, это, с другой стороны, уменьшает конкуренцию вот в этой программе, да, то есть, если люди, и, то есть, там есть нюанс, когда ты даже ресерчишь, чтобы выйти на этот тариф small and light FBA fee, то надо переключить, как бы, листинг на FBA, ой, на small and light, да, то есть, это отдельная, так сказать, процедура, и, условно, ты ресерчишь, и если твой продукт подходит под эти параметры, небольшой, легкий, и небольшая цена, то тебе необходимо переключить этот листинг на small and light, и тогда ты уже получаешь уменьшенную fee, и фактически вот это, там, 1 фунт, фунт 20, который, разница в fee, это и есть твой профит, который, там, получается, увеличивает твой профит, там, в два раза, там, в два-три раза, да, потому что, там, в закупке этот айтем, там, фунт, фунт 20, продается, там, там, 6-7-8, и ты получаешь, там, фунт, фунт 20, ну, условно, я говорю, там, или, там, два, он, закупки, ты получаешь, там, 3,50, там, два, ну, вот так это работает. Я понял, но я правильно понимаю, что эта стратегия больше подходит для тех, у кого недостаточный стартовый капитал, да, и вот сейчас ты нарастил его, и тебе на него уже не особо интересно, потому что очень время затратное. Да, для меня лично, да, но если мы делегируем это препцентру, то, возможно, как бы и нет, но просто я могу сказать, что я постепенно отхожу от этой стратегии, потому что я пытаюсь увеличить чек, вот и все, у меня там, ну, то есть я знаю, я ставлю себе другие цели, то есть у меня, у меня, в принципе, цель и высокий ROI, но у меня и цель в абсолютном значении увеличивать свои, там, доходы, да, и я смотрю, что на единицу времени я могу инвестировать, там, свои деньги и время более эффективно уже и в другие товары, то есть тогда на том этапе это была для меня наиболее приемлемая стратегия. Сейчас у меня есть, ну, и также есть эти товары, но их уже не так много и не абсолютное большинство, да, то есть на тот момент я как бы на этом сконцентрировался и получил такой вот результат. Все, я понял. А при этом ты где-то на 95% на WK, да, работаешь и на других маркетплейсах не работаешь. По-моему, ты говорил, что немного в США, да, отправляешь? Да, в США я работаю, в США я работаю по онлайн-арбитражу и у меня там тоже как бы свое, свое, так сказать, отстраивание, своя ниша, своя особенность, которая мне позволяет там тоже достаточно высокий ROI получать и не мучиться с конкуренцией. Вот я отсылаю отсюда английские бренды в Topicals, вот, и у меня практически нету конкуренции и я получаю очень хороший тоже return investment за счет того, что на листингах никого нету с FBA селлеров, там я один-один или вдвоем мы там конкурируем с другим продавцом и там, как бы сказать, цена, цена, нету никакой ценовой войны, все стоят в одну цену стабильно и эти, ну, основная, основной недостаток онлайн-арбитража, да, насколько ты знаешь, это то, что убиваются вилки, они очень недолго живут, у тебя постоянно надо инвестировать время. Вот, у меня сейчас там на Америке порядка 20 тоже SKU, которые уже там 3-4 месяца без изменений работают, я просто отсылаю, отсылаю коробки и все. Ты можешь каким-то лайфхаком поделиться, как вот такие британские бренды можно найти на Amazon и все? Ну, очень просто, выбирайте свою нишу и идете или на Google Co.uk, ну, то есть, или там пишите, там, Best Britannian Toy Brands, ну, то есть, найти, ну, то, что ты сказал, просто вот пишешь запрос ключевой. То есть, ничего особенного нету, да? Ничего особенного, да, ничего особенного, вот я так искал. То есть, ну, все те же, все те же способы поиска, которые там много, много раз мы проговаривали, там несколько, несколько я нашел таким способом, что я прошелся по магазинам конкурентов, да, когда уже у меня были какие-то добавленные, я прошелся по магазинам конкурентов и еще себе там нашел парочку. вот смотри моя основная ну не основная одна из тех мыслей которые я хотел поделиться вообще которая я думаю будет цена для тех кто смотрит этот лайф или смотрят записи это то что это то как я пытаюсь работать на этом рынке это как я строю бизнес это изучать вот правила те которые мы знаем как работает amazon как мы ищем то есть все так как бы все стандартные правила и подходы но привносить в них свое то есть изменять то есть изучать это для того чтобы играть эту игру по своему со своими правилами да то есть вот находить да ну ты знаешь как это работает но ты ты не играешь ты не идешь со всеми не бежишь толпой ты модифицируешь или привносишь свои правила игры которые не приводить не противоречит общим правилам игры да ну вот я как бы проецирую это на эту ситуацию да то есть я тот же онлайн арбитраж как и все то есть ничего нового все те же способы поиска google поиск там поиск по магазинам конкурентов но один есть маленький нюанс поставщики не с американского рынка да тоже брендовые известные поставщики но не с другого рынка и и совсем другая картина да то есть посылки посылки доходят даже быстрее чем сша да то есть два дня и уже на fb они улетают самолетом то есть здесь здесь день воздухе там полдня день и и в сша там день-два то есть два-три дня два-три дня рабочих отсюда водой складывай да то есть нету никаких там проблем с с этим с временем единственное что да дорого ну то есть сравнительно дорого да что у меня там получается где-то один доллар на айтем то есть у меня в закупке например это он стоит 5-6 долларов один добавляю я за щиппинг и продается он там 18 20 25 ну арифметика простая да то есть все те же правила подводя итог но внес свою как бы свой нюанс да который никто не делают я смотрю что делают это другие продавцы но это делают очень мало потому что есть истина там даже есть листинге на которых там британский флаг ну написано что британу произведено в британии и все такое да то есть уже это до этого уже дошел не только я да то есть уже есть которые точно также делают но делают это там со по сравнению со всей массой продавцов очень мало и конкуренция там абсолютно другая а можешь вообще какую-то короткую характеристику дать вот marketplace у и юки чем он тебе может быть больше нравится чем америка или или все-таки америка лучше но просто до нее дальше тебе дать и дать они да нет я же работал как бы до семнадцатого там до девятнадцатого года я работал и на америке у меня там и правит лейбл есть и до сих пор там вот тоже правил плей был так сказать с маленьким нюансом меня правит лейбл в хендмейде да то есть так категория которая отдельно открывается это как бы отдельная площадка вот а по особенностьям здесь намного спокойнее здесь намного спокойнее и покупателей целых performance team да то есть отношение к продавцам и поддержка продавцов здесь есть чат который давно уже в америке нету его только помнят еще эти старожилы да когда можно было в чат зайти написать и тебе сразу отвечают или ты решаешь там свои проблемы в реальном времени да то есть это очень помогает на самом деле когда есть проблематичные кита вопросы ты зашел в час в чат и там или спросил просто получил информацию или лишь решил свою проблему это очень помогает вот ну и конкуренция совсем другая то есть на листингах здесь тоже в принципе по моим листингом которые оптовые абсолютно спокойная конкуренция нету там подрезания цены вот на уа листингах или ритейл арбитраж листингах куда есть там андер андер катинг когда с одним на одну копейку каждый начинает снижать и понеслась вот то есть рынок намного спокойнее и по отношению продавцам да он меньше по сравнению с объем рынка по сравнению с сша но условно там для меня как для продавца то есть это никаких проблем не все да то есть для продавца опт опта да то есть если если это для правит ли было туда да есть разница да ты пошел с зашел с одним товаром и тебе нужна там глубина рынка а мне нету задачи там заходить с одним товаром я могу ну не в глубину идти я могу в ширину идти как бы расти бесконечно адр на другую европу ты смотришь там тот же ту же германию например смотрю но как бы это планы на будущее сейчас мне достаточно америковой английского рынка и просто там это все идет дополнительные затраты и временные денежные с налогообложения вот ну и так и иначе надо там рынок изучать поставщиков то есть сейчас мне там головой хватает английского рынка для развития ну то есть выходить на другие рынки для чего для развития да то есть здесь я пока мисс какого-то там потолка или трудности которые мешают моему развитию я пока мисс не нашел как вообще кризис повлиял на работу вот именно на amazon uk то есть вот в сша вроде все было жестко отменяли там шиппинги спрос резко упал но вот по последнюю неделю я смотрю по онлайн арбитражу начался сильный рост в плане продаж очень сильно нашел где ты нашел спас спад продаж ну в определенных категориях окей в определенных он повысился но многие из за того что там по три недели доставка соответственно люди переносили как бы свою покупку вот на uk такие же были ограничения что сейчас ну да по по отправке на бей склады такой же но у меня просто категория я работаю в ниши это у меня бьюти персонал кир и хаус холл продакт да то есть все что осталось и все что нужно было у меня у меня так я не скромно поделюсь у меня за последний месяц там в два раза рост да то есть я вырос два раза за последний месяц вот и в том числе за счет увеличения спроса и за счет того что у меня там например как раз как бы вот в этот период я там сделал так сказать такой рискованный шаг да но он не в принципе окупился с тарицей вот то есть я там часто на вебинарах или каких-то личных консультациях говорю там про выстраивание отношений с поставщиками да то есть с оптовиками вот ну и условно у меня там как сказать папа как по библии как по книжке да вот именно в этот момент тот поставщик с которым я там пытался выстроить отношения да там никогда не делал никакие отмены никогда никакие возврата не дело даже если они там что-то косячили это максимально толерантно с ними там пытался решить эти вопросы и вот как бы в этот начало кризиса я там заказываю палету хэнд ваша даже две полеты хэнд ваша кстати на листинг который там продавал четыре единицы в месяц я заказываю я заказываю 2400 айтемов по 1200 юнитов две полеты я заказываю хэнд ваша да я так посчитал ради интереса да если бы они там продолжались продолжали продавать четыре айтема в месяц то мне понадобилось бы 600 лет чтобы распродаться вот и ну учитывая как бы обстоятельства да это я тоже опять могу вернуться к своему тезису про то что играйте по правилам играть и то есть изучайте правила но играйте по своим правилам да то есть если бы я просто так посмотрел на кипу и увидел этот листинг я бы как бы никогда не взял но учитывая как бы новые обстоятельства и понимая что будет спрос то я рискнул да вот я я взял ну я place оставил заказ до поставил заказ на две палеты 2400 юнитов и этот чувак мне звонит через два дня и говорит вот у меня не взяли еще две палеты там тоже такой только другой там этот другой разновидную вариант вот там условно там это оригинал а там был другой какой-то хэнд ваш вот и он не говорит у меня еще есть две которые отказались хочешь ты взять он понимал что это high demand вы с высоким спросом товар и он знал что его заберут но он позвонил почему-то мне ну вот это я про отношения по просто про просто не отношения я забрал эти еще две палеты я за я занял денег я забрал эти две палеты и сейчас они у меня там продаются по 50 60 юнитов в день с каждого листинга офигеть супер круто я понял то есть все хорошо у вас на острове в плане амазона в плане продаж ну я про других ничего не знаю то есть есть люди которые жалуются которые например там ну по клиентам ну не жалуются по клиентами смотрю что например даже в тот же pet supplies некоторые листинги в принципе не были разморожены и были заморожены не были разморожены вовремя но постепенно как бы все нормализуется но за счет того что за счет того что уже я тоже по своим поставщикам наблюдаю задержки с поставками тех кто в стоке тот продает все у кого у кого есть сток тот продает уже все независимо от того что это вот поэтому теперь вопрос просто в стоке надо заряжать стоки все а если тебя ну эти high demand products и так будет и вдвойне в выигрыше давай тогда последний вопрос который у нас был заявлен еще на фиши и мы перейдем к вопросам тогда в чате поэтому ребят вопросов пока мало пишите пожалуйста в чате к нам побольше их и вопрос это такой про команду то есть ты вот до сих пор работал без команды при этом многие говорят что во вообще нету смысла лезть без команды какое вообще твое мнение вот нужна тебе команда или не нужно вернее команда нужна это в любом случае это легче да как бы насколько она важно то есть можно ли все таки одному добиться хороших результатов как сделал это ты ну однозначно однозначно как бы со старта можно и самому и просто ты работаешь по всем ролям да то есть вопрос тот же самый что ты первый задал по поводу порога входа да то есть если если у тебя есть там не знаю 30 40 50 100 тысяч и есть возможность нанять команду то обязательно это надо сделать и ну и ты вырастешь в разы быстрее но если у тебя будет там 5000 как у меня фунтов да там со старта который я вложил волсейл вот то ну и сейчас там я вырос не знаю в разы да я вырос фразы и я вырос сам ну то есть вопрос масштабирования и цели то есть и может я думаю что можно и все подтвердят там продавцы которые работают по опту что можно работать самому ну вопрос насколько быстро ты будешь расти какие у тебя цели какие у тебя ресурсы да то есть если у тебя там 30 тысяч долларов то зачем самому работать если ты можешь нанять и вырасти там в разы быстрее но это не одна это не говорит что ты не можешь заняться оптом если ты сам и там тебя там нету там столько денег просто ты будешь расти быстрее не так быстро или ну и это зависит уже от того сколько ты инвестируешь туда время насколько ты квалифицирован ну то есть все завязано на тебе тогда вот и команда это время просто экономия времени я думаю что я думаю что да то есть это время скорость роста да насколько быстро ты будешь расти и и ну и с другой стороны компетенции да то есть если ты можешь покрыть все компетенции которые ты раскидаешь там на свою команду туда иногда ты ну вот мне например там на ресерч с онлайн ну почему я как бы из онлайн арбитража постепенно перерос в опт ну что у меня очень трудно давался ресерч да то есть на какой-то период времени но с точки зрения там мотивации то есть я могу потратить там два-три часа и все я просто потом чем-то занимаюсь но совсем не 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 ресерчем да то есть если ты можешь эту функцию делегировать и получать от этого результат туда это стоит этого делать однозначно со старта если ты можешь закрывать эту функцию сам то почему бы не но тут у тебя ближайших планах я знаю что есть планы как бы команду расширять первого кого-то и наймешь это ресерчеры будут или нет ну мне сейчас как бы не ресерчеры у меня будет менеджер аккаунт менеджер по работе с поставщиками и он будет у меня закрывать вот эти две функции и ресерча и работы с поставщиками то что работа с поставщиками тоже в принципе такая достаточно затратная работа по времени вот а вот еще один вопрос который меня даже лично волнует вот например в америке чтобы там на тебя поставщики обратили внимание у тебя должен должен должны быть какие-то обороты должен быть магазин оффлайновый должен быть сайт и все в таком духе в общем должен быть ну то есть с нуля достаточно сложно найти крутых поставщиков в англии с этим проще 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 но я не могу сравнивать с сша потому что я сша на по опту не работаю на там насколько говорят но смотри все вопрос роста да то есть ищи себе рыбку по по размеру то есть когда ты сам маленький когда у тебя ничего нету то ищи поставщика соответственно с небольшими требованиям спасибо поставщики и оптовики там и дистрибьюторы тоже бывают разного размера у некоторых там минимальный заказ 250 некоторых которым я сейчас работам 2000 у некоторых минимальный заказ просто палета да не отгружают палетами другие загружают слоями на палете другие третье отгружают коробками да то есть кейсами вот и все то есть и там кейс может стоить и меньше чем 250 фунтов то есть вопрос требования от поставщика вот и и ты можешь найти и такого и такого да скорее всего тот который маленький там у тебя будет не столько выгодных вилок но ради одной вилки у поставщика уже стоит потому что это на английском и пленишь был да то есть ты взял эту одну вилку ты и постоянно можешь заряжать она не умирает практически поэтому вход вход не простой но возможен возможно то есть много ну и учитывая того что конкуренция здесь по сравнению с сша это однозначно могу сказать намного ниже но и шансов найти таких поставщиков и у них рабочую вилку они намного больше вопрос работы да то есть надо просто инвестировать это время и ну еще хочу сказать такой как бы тезис ремарочку что от это в долгу это работа в долгу здесь как бы нету быстрого возврата денег и оборачивать оборачиваемость принципе есть но имею ввиду что здесь вот прям раз и как на дропе или как нового там через две-три недели ты уже видишь результат есть скорее всего такого не будет инвестируешь свое время поиск партнеров выстраивание отношения с этими партнерами и уже учитаю меня там через три через полгода возвращаются тебе это инвестиции в виде вот таких вот звонков от поставщиков которые говорят хочешь забрать две полеты у меня появились вот там на каждой этой полете у меня там профит порядка двух двух с половиной тысяч фунтов супер я понял давайте так вопросом в чат перейдем уже давно в эфире принципе первый вопрос это от какого веса small and light считается если так не помню что можно потом писать вес 250 грамм я если хотите я сброшу в чат статью которую я писал и там все нюансы и посмотрите там и цена и вес и размеры три основных параметров в общем под видео ребят будет тогда ссылка на эту статью очень интересная вопрос следующий поставщики зарубежные карты принимают поставщики принимают зарубежные карты наверное такой вопрос хороший вопрос если честно я не знаю большая часть большая часть поставщиков которые я работаю это оплата идет банк трансфер да вот просто здесь такой нюанс наверное не все знают но или все знают но забывают мы же работаем на амазоне юкей как юридическое лицо да и у вас однозначно должны быть банковские реквизиты это у вас будет или трансфер вайс или бизнес пайнер вот поэтому оплата можно производить и через карту но я еще ни разу на самом деле не платил через карту я плачу только только банк трансфер и пейпал может быть ну просто я не покупаю с сайта я покупаю по про форма инвойс то есть у меня поставщики сбрасывают прайс-листы я выбираю себе ордер сбрасываем ордер они мне сбрасывают про форма инвойс я плачу по банк трансфер и получаю свой товар и потом получаю новый следующий вопрос для открытия холдсайл аккаунта какие нужны требования просто наверное странный до требования со стороны со стороны этих поставщиков наверное ну давай ответим да какие вот англичане при предъявляют требования для открытия вот у них твоего аккаунта ну значит что они спрашивают первое что они на что обращают внимание это я в принципе тоже в вебинаре это мы проходили эту тему достаточно как бы это такой раз объемный вопрос объемная тема я быстро пробегусь если кому более детально интересно в группе project europe там есть вебинар и мы там об этом говорили более детально значит первое это ваша значит если в общем так одним словом вы должны показать себя как профессиональные юридическое лицо профессиональные торговец для этого вам надо стационарный телефон британский адрес физический который не резидентский о которой или бизнес адрес то есть там бизнес парк или что нибудь или ну не резидентский адрес или бизнес адрес или индастриал адрес то есть это все видно по адресу потом соответственно страничка визитка что спрашивают еще потом trade references то есть с кем вы работали уже кто может за вас поручиться и спрашивают вообще сколько компания существует или работает да то есть если если это больше трех лет то это уже там большой плюс вот но это все как бы зависит тоже вот все эти требования зависит от величины поставщика просто вы на многих поставщиках можете найти просто онлайн регистрацию без вот этих всех нюансов вот эти основные моменты которые спрашивают и нужно иметь супер и последний вопрос пока в чате расскажите пожалуйста немного о требованиях на английском рынке например к тому же бьюти я так понимаю что тоже слишком объемный вопрос ну да и объемный не конкретный я не знаю требования к продукту товар да 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 наверное ну не знаю это наверное больше private label относится и уже надо смотреть как конкретная ниша и конкретные там требования я здесь не могу ответить во первых я private label не работаю во вторых достаточно да размытый вопрос чтобы на него как-то отвечать слушай а тогда вот от меня вопрос когда ты из англии пересылаешь в сша ты же не делаешь не растаможку нет я я делаю да я делаю commercial invoice до 800 долларов и погнали все как то есть если до 800 долларов они как 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 внутри страны да образно говоря пересылаешь не ну как стандартная же как и наши все продавцы отсылают там свои свои товары с китая если там если до восьми восьмиста долларов вообще никто никаких вопросов если до двух с половиной тысячи то возможно там коллективная растаможка растаможка если больше двух с половиной ну то есть правило те же самые ты же внутрь сша не в него не важно откуда ты это отсылаешь вот то есть я целая как физлицо ставлю commercial invoice там 500 500 600 фунтов и все и ну если даже даже вот например клиента мы отсылали просто мы разбиваем посылки там на такие я там через денег ну то есть каждый день отсылаю по по там по по несколько ящиков которые там по 800 долларов вот и все все супер ну все наверно тогда не будем тебя задерживать и скажем большое спасибо было реально интересно может быть пару слов в конце от тебя давай я воспользуюсь моментом еще раз скажу что мой второй бизнес растет и ждет клиентов prep center готов закрыть все вопросы новых продавцов на amazon uk мы не только prep center мы можем проконсультировать и по развитию да то есть я могу проконсультировать там и своего опыта как запуститься там полос волосы лу что надо нюансы да то есть я не делаю никаких там каких-то обучая обучаемых программ то есть если у человека уже есть там аккаунт есть уже какие-то наработки но есть какие-то затыки то там пожалуйста обращайтесь вот готов помочь и предоставить там услуги prep центра вот принципе все туда всем продаж мы пожелаем и большое спасибо все жду всех на amazon ею кей спасибо кто был с нами пишите если что какие-то вопросы дополнительные возникнут можете писать комментариях я просмотрю и по возможности отвечу супер пока спасибо пока